А-а-а! А-а-а! Таким вот приветствием нашу съемочную группу встретил павлин. Хотя эта птица не очень капризна к погодным условиям, сотрудники зоопарка все же решили не рисковать и завели птицу в теплое помещение. Минус 20 это ж почти как в Сибири. Сегодня по прогнозам синоптиков самый холодный день зимы. Честно признаюсь, пока мы ходили по зоопарку, снимали животных, навещали их, забежали в помещение для птиц-экзотов. Здесь очень тепло, батареи горячие, даже форточка открыта. В вольерах на свежем воздухе остались местные пернаты, грифы, могильники, белоголовые орланы и другие представители нашей фауны, которые легко переносят низкие температуры. Везде сделаны навесы, положены деревянные бревнышки, чтобы они могли где-то что-то спрятаться от снега, от ветра. И камышовые маты везде, и на пол положены, и укрытие из камыша сделано. Очень максимально приближенные к природным условиям, чтобы и людям было зрелищно посмотреть, и животным, чтобы легче было перенести эту зиму. Экзот из теплых стран в специальных теплых помещениях. Не повлияло на температуру в вольерах и снижение давления газа. Руководство зоопарка о таких обстоятельствах позаботилось заранее. Автономное отопление здесь может работать как на газе, так и на других видах топлива. Вольгодно чувствует себя и всеобщий любимец африканский жираф Астана. В здании, где он живет, установлено сразу две горелки. Когда в 2011 году мы, чтобы комплектовать зоопарк, экспозиции, дополняли вот этот жираф наберли, вот этот. И необходимо было, вот, обязательно, как тропическое животное, жираф, надо обязательно отопление. Поэтому мы с рабочими, своими специалистами зоопарка, согласовав, обдумав, мы сделали автономное отопление для жирафа специально. Для этого сделали бытовые отопительные печи, спарили для дома, вот, где греется. В помещении у жирафа плюс 19. Сегодня из-за проблем с подачей природного газа, наверное, не у каждого в доме такая температура. Вспоминая холодную зиму 2007-2008 года, когда животным приходилось очень тяжело, нынешнее руководство зоопарка делает все возможное, чтобы братья наши меньшие не страдали от холода и чувствовали себя комфортно.